Всем привет! Сегодня я делюсь с вами рецептом очень вкусного простого сметанного торта Мишка на Севере. В такой торте готовится очень просто, а получается очень нежным и в меру сладким. Так что давайте начнем. Для начала приготовим каражи для торта. Для этого в 300 грамм сметаны добавляем 150 грамм сахара и 85 грамм растопленного сливочного масла. И хорошо перемешиваем их. Для теста сметану можно взять не сильно жирную, у меня например 15%. В сливочное масло я добавляю теплое, поэтому сахар как раз хорошо растворился. Теперь берем 470 грамм муки. Муку я заранее просеяла в отдельную миску. С этого количества нужно 1 полную столовую ложку, это 30 грамм, переложить отдельно. Ее мы добавим в тесто немного позже. Теперь частями добавляем в тесто муку и 1 чайную ложку разрыхлителя. Если у вас есть сода, тогда можете добавить ее немного раньше, после того как смешаете сахар, масло и сметану. Ну а теперь хорошо перемешиваем тесто. Муку обязательно добавляйте частями, потому что здесь важно добиться правильной текстуры теста. А как мы знаем, в зависимости от ингредиентов количество муки тоже может отличаться. Поэтому я ее подсыпаю небольшими частями, а потом хорошо перемешиваю. Когда лопаткой становится неудобно, начинаю замешивать руками. Я вижу, что у меня еще не подходящая текстура теста, поэтому высыпаю всю оставшуюся муку. Тесто в итоге должно получиться очень мягким и вязким, оно немного должно липнуть к рукам. Теперь его нужно поделить на две одинаковые части. Я, чтобы было поточнее, взвесила тесто на весах, но можно и на глаз поделить. Теперь к одной части теста просеиваем 30 грамм какао порошка. И хорошо вмешиваем его. Какао довольно плохо вмешивается в уже густое тесто, поэтому можно добавить пару столовых ложек воды. Только добавьте сначала совсем немного воды, а там если понадобится добавите еще. Так вмесить какао будет намного проще. Но чтобы не пачкать так сильно руки, можете воспользоваться перчатками. Тесто в итоге должно получиться такое однородное, очень мягкое и к рукам оно уже не липнет. Его убираем пока в сторонку и также во вторую часть теста высыпаем оставшиеся 30 грамм муки. И также замешиваем тесто. Мука тоже сначала будет плохо вмешиваться, но вы продолжайте, в итоге тоже должно получиться очень мягкое однородное тесто. И в итоге у нас получается один белый комок теста и один шоколадный. Теперь делим каждый кусок теста еще на три части. В сумме у нас получится 6 коржей. Для точности я каждый взвешиваю, а затем округляю их и выкладываю на тарелку. В итоге у нас получится 3 белых коржа и 3 шоколадных. Если у вас есть время, тогда лучше шарики и тесто накрыть и убрать хотя бы на полчаса в холодильник. Ну а если времени нет, тогда в принципе можно сразу раскатывать коржи. Пергамент и тесто слегка присыпаем мукой. А затем раскатываем его в круглый пласт нужного диаметра. Я буду готовить тортик диаметром 20 см. Размер коржа я проверяю кольцом. Делайте их немного больше нужного диаметра, потому что коржи при выпечке немного стягиваются. Затем хорошо накалываем его вилкой, чтобы при выпечке он не вздувался. Выпекаем коржи в заранее разогреваемый. В нагретой духовке при 180 градусах около 10 минут. Ну а пока готовится один корж, можно сразу подготовить следующий, чтобы было быстрее. Также его раскатываем и проверяем нужный диаметр. Если маленький, тогда раскатываем еще немного. Также хорошо прокалываем его вилкой. И отправляем следующий корж выпекаться. Готовые коржи сразу после духовки будут очень мягкими. И они должны слегка пружинить при надавливании. А по краям они должны немного подрумяниться. Теперь кольцом вырезаем нужный диаметр коржа. Или можете обрезать края с помощью тарелки или крышки. И вот такой в итоге получается корж. Обрезки эти собираем. Их можно, например, пустить на украшение торта. Но я в этот раз решила украсить торт кремом. Поэтому я стараюсь раскатывать коржи так, чтобы было как можно меньше обрезков. Обрезать коржи советую, пока они еще теплые. А то они довольно быстро остывают. А после остывания они станутся более плотными. В итоге получаются такие довольно толстые коржики. Остывают они очень быстро, поэтому сразу можно приготовить крем. Для него берем 1 килограмм густой сметаны. Я взяла жирностью 20%. Добавляем к ней 170 грамм сахарной пудры или обычного сахара. И хорошо перемешиваем их. Сметану можно взять пожирнее. Или наоборот, взять меньше жирности. Но заранее отвесить ее в холодильнике, чтобы с нее стекла лишняя сыворотка, а сметана стала густой. Также с количеством сахарной пудры. С этим количеством тортик получается в меру сладкий. Даже с небольшой кислинкой. Если вы хотите, чтобы он был послаще, тогда добавьте побольше сахарной пудры. Крем в итоге получается вот такой довольно жидковатый, но после застывания он станет стабильным. Ну что ж, теперь будем собирать торт. Я начинаю с шоколадного коржа, а затем будем их чередовать. Также торт советую собирать в кольце или форме, потому что крем жидкий и он может весь повытекать с сорта. А так он хорошо зафиксируется в ней. Также для своего удобства я еще обернула вокруг цитатную ленту. Выливаем на корж крем и хорошо выравниваем его. Затем берем светлый корж и кладем его следующим. Корж я выкладываю аккуратно, совсем слегка надавливаю на него. И затем выливаем крем. Крем я на весах взвесила и выливаю на каждый корж одинаковое количество. Конечно, так заморачиваться не обязательно. У меня уходит примерно по полтора половника крема. Выкладываем последний светлый корж. И остатки крема сверху. Если что, не обязательно начинать с шоколадного коржа. Можно сделать, чтобы первый был светлый, а заканчивался торт шоколадным коржом. Тут уже как вам хочется. Крем сверху хорошо выравниваем. Накрываем сверху торт пленкой. И убираем его в холодильник хотя бы на часов 6. Но лучше будет оставить его на ночь, так он лучше пропитается. Ну а для украшения торта я сделаю два крема. Сначала сделаю шоколадный ганаш. Для этого я к 225 граммам жирных горячих сливок добавляю 170 грамм темного шоколада. Даю ему растаять, а затем пробиваю погруженным блендером до однородности. Затем накрываю его пленкой в контакт и убираю в холодильник до застывания. Обычно уходит часа 3-4. Затем после стабилизации я его взбиваю миксером до вот такого пышного и стабильного состояния. И также для второго крема я сделаю немного крем-чиза на сливках. К 150 граммам холодного творожного сыра добавляю 2 столовые ложки сахарной пудры. Перемешиваю хорошо. А отдельно взбиваю до стабильных пиков 150 грамм жирных холодных сливок. А затем хорошо смешиваю их. Небольшую часть крем-чиза я перекладываю в отдельную емкость. И добавляю к нему немного взбитого ганаша. Так у меня получается 3 стабильных крема разных цветов. Белый, светло-коричневый и темный. Крема для украшения готовы. И также торт уже у меня достаточно поставил в холодильнике. Вы только посмотрите, как хорошо торт после застывания держит форму. У меня есть небольшие пустоты в торте. Я их замазываю небольшим количеством крем-чиза, которое я приготовила для украшения торта. Если вы украшать торт, как я, не будете, тогда смажете бока торта обычной сметаной. Для отсадки розочек на торте я буду использовать вот такую зубчатую насадку. Это закрытая звезда, ее номер К853. И так как, к сожалению, у меня всего лишь одна такая насадка, отсаживать розочки я буду по очереди. Сначала делаю в рандомных местах с темного крема. А затем отсаживаю светло-коричневый крем. Для такого декора обязательно важно взять очень стабильный крем, чтобы он не начал плыть на боках. Конечно, таким образом не обязательно украшать тортик. Можно, как я уже говорила, просто смазать бока торта сметаной и посыпать его крошкой из обрезков коржей. Но мне захотелось как-то нарядно его украсить, поэтому решила сделать по всему торту такие розочки. К тому же шоколадный крем придаст торту также приятный вкус. Как по мне, выглядит он довольно празднично. Поэтому его можно спокойно приготовить на любой праздник. И прикольно, что он и внешне очень симпатичный, так еще и внутри необычный из-за того, что в нем сочетаются два вида коржей. Так что, думаю, гости точно оценят такой тортик. Режется он очень легко, торт за ночь очень хорошо пропитался. Он очень мягкий и прямо тающий во рту. Торт совершенно неприторно сладкий, даже наоборот, присутствует небольшая кислинка от сметаны. И также есть приятная горчинка от ганаша на темном шоколаде. Мне такое сочетание вкусов нравится, но если вы сластеный, тогда увеличьте количество сахара в креме. Попробуйте такой тортик, думаю, вам и вашим родным он понравится. Но если вам удобнее готовить по статье, тогда обязательно подписывайтесь на меня в Дзене. Там каждый рецепт выходит в письменном виде. И также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы быть первыми в курсе разных событий. Ссылки будут в описании. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok